Всем привет! Предлагаю вам познакомиться с животными, которые отличаются от всех остальных своих сородичей невероятно большими размерами. Все они настолько велики, что их размеры больше похожи на аномалию, чем на норму. И это 10 представителей своего вида самых аномально больших животных планеты. Поехали! Гребнистый крокодил, именуемый еще как крокодил-людоед, является одним из самых больших представителей своего рода. Самые крупные особи способны достигать 7 метров в длину и весить порядка 2 тонн. Из-за огромной силы и вздорного нрава он имеет наглость даже разгонять акул, которые неосторожно заплывают на его территории. Самого большого крокодила в мире, весом более тонны и почти 6,5 метров в длину, поймали на Филиппинах в сентябре 2011 года. Прожорливая тварь, получившая кличку Ло Лонг до того, как попасть в сеть, успела съесть одного местного жителя, а второй официально числится пропавшим без безвести. На крокодила охотились 3 недели. Сначала для него сделали ловушку из рыболовных сетей, но сильная рептилия порвала ее в клочья. В итоге хищника все-таки изловили и поместили в местный зоопарк для привлечения туристов. Правда в неволе Ло Лонг прожил недолго, всего полтора года и умер в возрасте 50 лет. Для крокодилов, которые живут по 100 лет, это самый расцвет жизненных сил. Также существует еще один крокодил-людоед, точные размеры которого неизвестны, ведь все попытки поймать или уничтожить маньяка оказались провальными. Но одно известно точно, этот маньяк-убийца только за последние несколько лет убил более 300 человек. Чудовище по имени Густав живет и по сей день. Самый большой кабан в мире стал трофеем 11-летнего охотника из штата Алабама. Юный охотник Джемисон застрелил настоящего монстра. Его вес был целых 480 килограмм, а длина достигала 3,5 метров. Таким образом ему удалось подстрелить самого большого дикого кабана в мире. Но в 2015 году в лесах Свердловской области застрелили еще одного гигантского кабана. Двухметровый зверь весом невероятных 535 килограммов был убит местным охотником со второго выстрела. Кабана не удалось даже загрузить в машину. Тушу просто прикрепили к автомобилю тросом и таким образом транспортировали. Кабана с такими габаритами необходимо срочно заносить в книгу рекордов Гиннесса и тогда этот монстр будет новым официальным рекордом. Саламандра исполинская представляет собой род хвостатых земноводных и представлена двумя видами японская и китайская исполинские саламандры, которые отличаются расположением бугорков на голове, а также ареалом обитания. Эту гигантскую саламандру обнаружил японский мальчик по дороге в школу. Представляя саламандру, мы вспоминаем маленьких ящерок, живущих вблизи водоемов. Однако исполинская саламандра гораздо крупнее своих сородичей и может достигать 160 сантиметров в длину. Хотя сейчас они редко достигают такого размера, так как мясо этой саламандры часто употребляется в пищу и считается деликатесом, что привело к сокращению популяции животного и занесению его в красную книгу, как вида, которому угрожает исчезновение. В настоящее время в Японии саламандра в природе практически не встречается, а разводится в специальных питомниках. В разное время путешественники утверждали, что своими глазами видели или слышали от очевидцев о змеях длиной 30-40 метров, обитающих в Амазонии. Однако из признанных достоверными максимальная длина гигантской анаконды, измеренной одним колумбийским геологом, в 1944 году составила 11 метров 43 сантиметра, но этот экземпляр гигантской змеи сохранить не удалось. По неподтвержденным данным, питон-рекордсмен, обитавший в одном из зоопарков в 80-е годы, имел длину 12 метров 20 сантиметров. Однако официально самым длинным экземпляром, занесенным в книгу рекордов Гиннеса, считается питон, пойманный еще в 1912 году на острове Целебес в Индонезии. Его длина составила 9 метров 75 сантиметров, а сетчатый питон с Филиппин длиной 14 метров и весом 447 килограмма, которым сообщалось в СМИ, на самом деле оказался более чем в два раза меньше. Вообще, в интернете огромное количество информации о гигантских змеях, но все они официально не подтверждены. Таким образом, анаконды и сетчатый питон по сей день соперничают друг с другом за право называться самыми длинными змеями на Земле. А гигантские змеи, нападающие на отважных охотников в глухих джунглях и поедающие людей и взлюбленный сюжет многих приключенческих рассказов и остросюжетных голливудских фильмов. Лягушка Голиаф является жительницей африканского континента, обитает в экваториальной Гвинеи и Камеруне. Это самая большая в мире лягушка. Длина только лишь одного тела лягушки. Голиаф без учета больших длинных лап может достигать 32 сантиметров, а вес может быть больше 3 килограммов. Но быть большой непросто. Такие размеры делают голиафов медлительными и неповоротливыми созданиями. Многие лягушки не брезгуют грязной водой, поэтому часто встречаются в болотах, но лягушки-голиафы могут жить лишь в кристально чистой воде с высоким содержанием кислорода, а также они очень требовательны к температуре воды. Сейчас лягушки-голиафы считаются исчезающим видом. С 80-х до 2000-х годов численность этих огромных лягушек сократилась практически в два раза. Основной угрозой популяции является отлов этих лягушек местным населением с целью употребления их мяса в пищу. У берегов Южной Калифорнии был выловлен гигантский селедочный король или обыкновенный ремень рыбы, которая шокировала своими размерами. Глубоководное существо с красными плавниками американка увидела под водой. Как оказалось, рыба уже была мертвой, поэтому женщина взяла ее за хвост и доставила к берегу. Но чтобы доставить мертвую рыбу на берег, вес которой составлял около 180 килограмм, потребовалось около 15 минут. После этого она попросила помочь людей поднять рыбу, ведь ее длина составляла более 5 метров. Для этого было привлечено 14 человек. Они взяли селедочного короля на руки и сделали общее фото. Сельдяной король внесен в книгу рекордов Гиннеса в качестве самой длинной из ныне живущих костных рыб. Оказывается, самый крупный зарегистрированный экземпляр достигал длины 11 метров и весом 272 килограмма. Познакомьтесь, это Дариус, самый большой кролик в мире. Его длина составляет 130 сантиметров, а вес превышает 22 килограмма. В настоящее время он признан самым большим кроликом, но похоже Дариусу не придется долго наслаждаться своим титулом. Ведь у него есть серьезный конкурент, это его собственный 6-месячный детеныш Джефф, длина которого уже в этом возрасте достигает 110 сантиметров. Таким образом, у сына есть все шансы превзойти в размерах своего отца. Кролики породы континентальный гигант раньше разводились, как правило, на мясо, но теперь они считаются замечательными и умными домашними питомцами. По словам хозяйки, чтобы прокормить своих братцев кроликов, ей требуется более 2000 морковок и 700 яблок ежегодно. И это помимо специальной кроличьей еды, которая обходится ей в 5000 фунтов стерлингов. Ну на что не пойдешь ради таких прекрасных и милых малышей, правда? Медведь-гризли представляет собой подвид бурого медведя, который водится на Аляске и на западе Канады. По внешнему виду гризли близок к сибирскому подвиду бурого медведя. В целом гризли намного крупнее, сильнее и тяжелее сибирского бурого медведя. Увидев огромного гостя, эта съемочная группа сильно перепугалась. Однако им нечего бояться, ведь после шести месяцев зимней спячки этот медведь в первую очередь захочет почистить свою шкуру. Отличительной чертой гризли являются его размеры. В высоту взрослый самец вырастает до 3 метров, а весить такой самец может до 500 килограмм. Однако в природе можно встретить и особей, рост которых достигает около 4,5 метров. При ходьбе гризли покачивается и переваливается. При виде человека гризли не убегает, а нападает на него, но делает это только в том случае, если видит опасность со стороны человека. Такую агрессивность гризли в принципе можно понять, ведь в 20 веке происходило массовое истребление гризли. Люди, вне зависимости от того, представлял ли медведь угрозу для их жизни или нет, охотились на него и убивали тысячами. За голову гризли даже полагались премии. Что-то я разболтался с вами, ладно, шутки в сторону. Сотрудник лесной службы США застрелил гигантского медведя-людоеда на Аляске. Молодой человек охотился на оленей, когда в 50 метрах появился огромный гризли и бросился на него. Успев вскинуть свою 7-миллиметровую полуавтоматическую винтовку охотник разрядил в нападающего медведя весь магазин. Гризли упал в нескольких шагах от человека. Позже комиссия департамента дикой природы и рыболовства штата Аляска установила, что это был самый большой медведь-гризли, когда-либо добытый в мире. Его вес составил более 726 килограмм, а рост, если бы он стоял на задних лапах, около 4,3 метра. Исследовав содержимое желудка гризли, ученые обнаружили в нем фрагменты человеческих тел. Комиссия установила, что только за последние 72 часа гризли убил по крайней мере двух человек. Мы привыкли считать, что улитки это маленькие моллюски. Однако даже улитки есть чем нас удивить. Восточно-африканская тигровая улитка охотина гигантская считается самой большой в мире. Рекордный экземпляр имеет длину почти 40 сантиметров, размер раковины 27 сантиметров и весит беспозвоночное ровно 900 грамм. Этот брюхоногий моллюск с глазами на конце щупалец обитает в странах с тропическим климатом и в некоторых из них считается вредителем сельскохозяйственных культур. Моллюски прожорливы и неразборчивы в пище. Они могут с одинаковым удовольствием питаться травой и трупами животных. Мясо этих беспозвоночных, в свою очередь, считается деликатесом у местных жителей. А европейцы предпочитают держать гигантских охотин в качестве домашних питомцев. Среди известных на сегодняшний день черепах самой огромной признана кожистая черепаха. Известно, что средний вес таких особей достигает 600 килограмм, а длина двух с половиной метров. В свое время была обнаружена особь весом немного менее тонны, а именно 916 килограмм. Этот рекорд занесен в книгу рекордов Гиннеса. Сложно себе представить пятиметровый размах передних ласт этого гиганта. Возраст этой громадины определили и это невероятных 529 лет. Интересно, что кожистая черепаха рекордсмен не только по размеру, она еще и самая быстрая. Эту крупнейшую в мире черепаху обнаружили в Амазонке. Именно с такими заголовками с огромной скоростью в интернете распространяются эти фотографии самой большой черепахи. Фотографии, конечно же, всего лишь очередной фейк. Даже японскую полицейскую машину Toyota Crown вставили не по адресу территориям Амазонки. Создателям таких фотографий иногда даже хочется сказать, мне кажется, осталось понять, что вы там у себя курите. С другой стороны, такие фотографии широко применяются на самых популярных каналах ютуба. На этом все, друзья. Спасибо за просмотр. Оставляйте комментарии, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!